Гомельская областная комиссия по выборам депутатов Платы представников национального схода Республики Беларусь Провела посяджение, на яким затвердили выники голосования в регионе На Гомельщине у делу в выборах депутаты упринялись Звыше 800 тысяч человек, ци 75% от унесенных у список для голосования По оценках специалистов, гэты покажек говорится Об высоких интересах грамадян до политического життя краины Жахары региона брали 17 депутатов Выборы, по оценках наглядальников, пройшли на высоком узроуне Яны полностью отповедают беларускому законодавству После обвящения выников у областную комиссию поступила только одна скарга Ее разглядеть у десятиденный термин После чего Гомельская областная комиссия по выборах депутатов Палаты простойников завершит свою работу Кончаткова В этом году практически намного меньше, чем в прошлые годы поступало Серьезных каких-то жалоб и обращений на нарушения Якобы имеющее место избирательное законодательство То есть в целом более благоприятная обстановка В этом году достаточно большое число наблюдателей принимало участие В нашей компании Это порядка 60 человек от ОБСЕ От МИСИ СНГ 40 человек Более 7 тысяч наших национальных наблюдателей Так что работали под пристальным вниманием наших И международных, и соответственно национальных наблюдателей Но в целом я считаю, что она прошла спокойно, по деловому И думаю, что наши избиратели Гомельской области Свои голоса отдали тем представителям, значит Гомельщины Которые будут достойно выполнять свои депутатские обязанности Сегодня техничный арсенал Гомельского областного эндокринологического диспансера Пополнился новым обсталяванием Сучасный аппарат, который позволяет с высокой докладностью Диагностировать патологии щитоподобной залозы Передал давний партнер установы Германская доброчинная организация Радиологичный институт здоровья и новокольного сярода Имя ОТА ХУГА Максим Савин с подробностями Это микропланшетный ридер может выполнять широкий спектр анализов Тут его будут использовать для диагностики захворения у щитоподобной залозы Сейчас у лаборатории диспансера есть подобный аппарат Однако он уже выпрацевал свой ресурс Меж тем, такое обсталявание не обходность В работе эндокринологического диспансера он необходим Потому что одна из основных патологий, которые состоят у нас на диспансерном учете Это лица с патологией щитовидной железы Естественно, они нуждаются в обследовании То есть в проведении узи обследования гормонального статуса щитовидной железы Которую мы будем проводить с помощью этого прибора Доброчинная организация Радиологичный институт здоровья и новокольного сяродья Имя Отта Хуга, супрацовничая с нашей краиной с 1991 года За этот час реализовано гуманитарных проектов на 22 миллионы евро Их методы помогают передольванию наступства катастрофы на Чарнобыльской АЭС Подтримка областного эндокринологического диспансера сярод приоритетных задач При содейничании института Отта Хуга с 1992 года Во установе дейничая центр диагностики и терапии патологий щитоподобной залозы Германские партнеры допомагают не только обследованием, а и реагентами для его работы Наше сотрудничество с гуманским областным эндокринологическим диспансером будет продолжаться Потому что мы видим конкретные результаты работы Видим высококлассных специалистов, которые здесь работают Проекты, которые институт имя Отта Хуга реализует в Беларуси Точатся не только социальной сферы Один из направлений – одновляльная краница энергии Зараз обмерковывается махчимость реализации Разом с Гомельским Державным Техническим Университетом Имя Сухого совместного проекта у этой сферы Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» И еще одна новина со свету медицины Сегодня у Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Почал працевать шматрежимный аппарат для штучной вентиляции легких Обсталевание саправды уникальное по своих функциональных махчимостях Два незалежные блоки вентиляции Працуют с применением одной кислородно-поветранной сумеси По автономным режиме альбо комбинированно Системой кирует специальная программа Якая забеспечивает управление и мониторинг стану пациента Важно и то, что медицинский аппарат Можно выкористовывать для диагностики захворваний И проведения высокотехнологичных операций Як детям, так и дорослым Новое обсталевание будет применяться И при выдалении иншародных предметов С дыхальных шляхов и с травовода Преимущества основной системы Это, во-первых, нету таких жестких Напряженных условий работы врача Потому что это открытый контур И вы можете спокойно работать С манипуляцией совершать Продолжительность процедуры, если это взрослый Может быть до 45 минут занимать Это нету стресса для доктора Более такой щадящий уровень вентиляции Постоянный, без перерывов, без каких-то падений Для пациента То есть это более безопасный Наверное, пока что самый безопасный вариант вентиляции Который существует Это оптика, с помощью которой Дорокальные хирурги осматривают Бронхиальное дерево и пищевод Но это оптика для новорожденных деток 5 мм в диаметре Вот вы можете видеть буквально Какой источник света И в таких, скажем, сложных условиях Работают хирурги Благодаря этому аппарату ИВЛ Намного проще становится работать Потому что хирург не отвлекается Искусственная вентиляция легких идет Не мешая работе хирурга То есть все это взаимосвязано Все это слаженная работа Ну и уменьшает временной промежуток В течение которого проводится работа с пациентом До инших тем На Гомельщине почался месячник По проверце безопасности в приватных домовладаниях Головная увага Звертается надзеючая печи и электропроводку И кем могут выкликать пожары Наши корреспонденты Приняли удел у одним из рейдау Везка Головинцы Гомельского района Сюня тут зарегистрована Кале 350 домовладания Ямаль у 70% з'их Дзеючые печи Гэта молодь отдае перевагу Газовому обсталяванию Люди больш сталага узросту От печиу адмавляться не спешаются Пероважная большасть До их эксплуатации Подыходить у адповедности С потребованиями правилу техники безпеки Але пожары у везках По ранейшему редкостю не з'являются Калиб неумешальніства Наглядальной комиссии Гэтый дом мог бы сгареть Яши некальки месяцев тому Госпадыня Татьяна Якименко Не утойвая Пылный час жила у іншим доме А таму гэтый побудовой Практично не займалася Як выник пришлося Прикласти значные намаганник Каб привести усе у парадок И дах адрамантовать И электропроводку змянить И печь у парадок привести На кухне там кусочек потолка обвалилась Как бы я проживала с мужем Ну как бы там все делали А здесь никто не смотрел за домом Пришлось очень тяжело Основная нагрузка По проведении месячника безпеки На наглядальных комиссиях У складе яких Простовники усих контролючих структур От супрасовников милиции и МНС До газовой службы и энергетиков Особливая увага Домауладанням У яких проживаюць неполнолетние Необходно гарантовать их беспеку У агульной колькости пожаров У сгорания от неправильной эксплуатации печь Складаюць каля пяти процентов Але и гэтую лишбу Можно сменшить Каля размова идея об життях людей Дробя зел быць не повинна Обычно тогда происходит Не из-за неисправности пищи А из-за неправности эксплуатации Хотя всем напоминаем об этом Где-то они не посмотрят Дымоход Не почистят Хотя если нормальными дровами Говорят топить То его и чистить все время не надо Где-то не посмотрят Не поштукатурят Не побелят Хотя белить это тоже для красоты надо С другой стороны Побелки это нужно Необходимо для того Чтобы человек вовремя увидел Трещину в дымоходе По дыму выделяющимся И предпринял меры соответственно Олег Шенчуров Ольга Коновалова Йоген Макенка Телерадо Компания Гомель Дарычи проработу Наглядальных комиссий И меры попереджения Гибели людей на пожарах Сеоня поде размова У программе Деалог Гостям студы Станя першин Намесник начальника Областного управления МНС Сергей Мялешкин Глядите Деалогу Промым эфиры На телеканале Беларусь-3 Сеоня у 19.01.20 хвилин Нумер телефона у студии 77.68.45 И а в спорте Добрая новина Пришла сеоня С паралимпиады Уреды Жанейра Гомельчанин Уладзимир Изотов Выиграу золотый медаль Беларуский плавец Став лепшим На 100 метров Цибрасом При этом Он побил уласный рекорд Який установил Чатыры гады тому У Лондоне Для Уладзимира Изотова Гэта першая Паралимпийская золота У карьеры На его рахунку Бронза Гульня у 2008 года У Пекине И сребра Лондонской паралимпиады 2012 года Гэты А так сама иншая Новины Вы можете знайсти На нашем сайте У интернеті По адресі www.tvrgomel.by На гэтым Выпуск завершенный У студии працавала Наталья Игнатенко Мы сочым З развецем Падею Гомелі В області Заставайтесь З нами Наталья Игнатенко